давай теперь официально добрый день меня зовут татьяна березовская город сургут хочу рассказать историю своего партнера она когда начала пользоваться услугами юристов а у нее такая сложная семейная ситуация с мамой мужа это свекровь да если правильно со свекрови она им постоянно гнобила как-то к ней очень нехорошо относилась постоянно ее вот за все пыталась уязвить и когда начала по любому вопросу звонить юристам естественно когда свекровь говорит одно кота я консультировала со своими юристами сказали вот так и через полгода это свекровь и сказала таня ты такая уверенная стала вот на самом деле вот эта уверенность передалась сразу слушай ну я прям сама поняла мне стали говорить знакомые друзья что я как-то по-другому себя стала вести а пакета на самом деле был за 4 вот сколько у нас там 4900 да раньше был пакет юриста ягода я представляешь как коренным образом поменялась твоя жизнь за какие-то несчастные 5000 насколько уверены ты стала в принципе по жизни люди часто недооценивают это а на самом деле это это очень сильно влияет на нашу жизнь действительно здесь можно даже сам когда есть какие-то сомнения и можно звонить проконсультироваться особенно когда это например происходит какие-то учреждениях когда тебе доказывают что должно быть вот так вот так и вот так а ты понимаешь что где-то вот что-то в чем-то где-то есть подвох да выходишь консультируешься и понимая что тебя действительно развели и собственно говоря возвращаешься и начинаешь меня была такая ситуация я тоже когда ну через год наверное когда я стал партнером у меня была такая ситуация я звонил консультировался с нашими юристами прямо из кабинета дежурного прокурора у меня была там ситуация я подавал документы сначала документы в гом там не отказали я потом с жалобой на гом поехал в прокуратуру и там во время приема документов у нас возник спор на дежурным прокурором по поводу приема документов как правильно должны принимать документы он не говорит одно а я перед этим тоже проконсультировался как бы я уже шел такой уверенностью что вот процесс должен быть именно вот такой как мне сказали наши специалисты и соответственно когда там произошел заты мы начали с ним спорить он мне доказывает свое я ему доказываю свое я говорю ну хорошо подождите минутку вышел в коридор и там же в прокуратуре прям вот набрал юристов позвонил проконсультировался они озвучили такие да по которым этот прокурор должен у него вот скажем так действия пока я значит консультировался в коридоре этот прокурор в мобильном телефоне в интернете нашел тот же самый статью тот же самый закон и мы уже когда уже сошлись то есть я ему показываю статью он мне показывает тоже статью и в общем мы вот так вот ну забавно это к с одной стороны конечно жесткая такая история другой стороны забавная когда мы уже в итоге сошлись на одной статье и мы было приятно конечно да что мы нашли консенсус да ты пришли к какому-то единому решению но вот казалось бы да вот когда бы кто бы да я тем более как бы да вот тем более в таком здании как прокуратура вот я бы там начал с кем-то там спорить с прокурором да вот в какие веки там ну сказали нет ну как бы да там сморщился скуксился там все кину головой ну нет нет короче ну и все и пошел бы дальше со своими мыслями а то ты уже просто чувствуешь и понимаешь независимо от того в каком учреждении ты находишься государственном государственном частной компании вот действительно есть какая-то уверенность ты можешь позвонить получить консультацию и в моменте до почувствовать себя уверенным что мне еще больше нравится это то что даже когда ты начинаешь разговаривать да вот с оппонентом напротив возникает какие-то да то есть люди же упертые само по себе сознание чем создание человек он если уперся в что-то одно особенно то есть касается руководителя там какого-нибудь среднего звена и доказать что-то обратное порой очень сложно и когда включаешь громкую связь и говорят что там европейская лидическая служба брокер да мы представляем интересы там такого-то такого-то да у вас возник вопрос участие какой-то такой-то да и начиная там согласно там регламента согласно статьи там туда-сюда начинает человек прямо на громкой связи это все объяснять и конечно люди на тебя начинают реагировать совсем по-другому вот прям вот прям совсем по-другому и ты даже когда идешь куда-то подготовленный там со статьями там со всеми да то есть ты знаешь что ты можешь сказать ответить в тот или иной момент и конечно чувствуешь себя совсем по-другому я закончу я закончил свой спич вот у нас вот поэтому кто-нибудь еще я приветствую всех подключившихся кто к нам подключился нас сегодня мало но мы в тюняшках вот кто хочет поделиться своей историей в принципе берите микрофон берите делитесь и рассказываете видите я готова вот лена исакова город нижневартовск я поняла что моя звезда моя икона и мой козырь при общении с людьми для того чтобы они взяли услуги июз это обследование чек-ап от компании почему потому что на входе на моем входе бизнес есть обследование как соц пакет и коллега которая взялась этот этот вход тоже она сказала на что от подмосковье она поинтересовалась и узнала что чек-ап в москве и московской области чтобы пройти нужно двадцать тысяч вот а у нас в сибири нет диагностов не говоря о том что нет узких врачей ну так вот я проходила чек-ап оба раза когда заходила на вход на партнерский вход на первый год получилось так что я прошла мне все объяснили какая моя красная зона вот и я фактически не смогла с этим делом разобраться потому что заболела коронавирусом и перенесла не очень хорошо конечно была поддержка врачей от неюз но не пошла брать узи и так далее то что мне рекомендовал врач врач который диагност который смотрел и создавал карту здоровья пачка а второй год когда прошла и все таки решила вот буквально недавно я решила пройти узи обследования потому что справку брала для того чтобы ходить в группу здоровья и взяла с собой оба чека по терапевту она как и первый год когда заболела коронавируса мне тоже приходилось чека по первым но она демонстративно его отодвинула от себя вы знаете какая обстановка у нас нет узких специалистов ну хорошо как бы у меня не было сил сопротивляться тогда ладно в этот раз я уже настойчиво тот же самый мой терапевт участковый я и настойчиво 2 чека подала и сказала посмотрите мой пищеварительный тракт находится в красной зоне я вас прошу дать мне узи она мне сказала что получите только в августе ну и не стала спорить я говорю почему но вы же знаете у нас очередь я знаю какая там очередь когда человек сумочкой приходит но сами понимаете что в этой сумке и получается направление на узи и другие обследования но я не стала спорить пошла к заведующей и и не было заведующей потом и когда домой пришла врачи с врачами посоветовалась они сказали какие слова говорите а если мне не дадут направление на узи быстро можно будет написать заявление но этого не понадобилось заведующая на другой день она мне причем я заложила свою участковую сказала что она мне через полгода только направление на узи пообещала также доставала я из папочки у меня два чека по я их распечатала и говорю вот у меня есть обследование и оплатно делала то что теперь осознаю что это стоит 20 тысяч и я и сказала что я это делала платная это очень серьезное обследование на современном уровне и я вас прошу дать мне узи их терапевт мне сказала в августе только даст она мне тут же выписал направление на узи на другой день я прошла узи и практически в этот же день я получила выписку по узи причем в этом в регистраторе я сразу сказала вы мне выписку только дайте мне просто выписка нужна я не хочу в очередях стоять у вас поликлиники в регистраторе медсестра говорит но я же не могу вам дать но придется постоять я говорю нет я не буду стоять говорю и говорю у меня в телефоне есть врачи из москвы и ну короче говоря я вам все услышание это все время рассказываю стараюсь когда вижу какое-то вот сопротивление идет я стараюсь рассказывать я вообще вам не в обузу здесь поликлинику мне только дайте то что полагается вообще выписку мне дайте вот я взяла от нее контакт потом я тоже собирала в поликлинике контакте когда поднялась на то чтобы мне терапевт дал выписку из узи оказалось что там огромная очередь опять же я пошла к заведующей уже на этом этаже короче говоря получила очень быстро буквально за пять минут выписку из компьютера все же все у нас в электронном варианте когда домой пришла прикрепила буквально на другой день мне составили время встречи и наш замечательный врач терапевт всем не рассказала и буква вот все произошло за три дня пошла в аптеку покупать опять же столкнулась с тем что провизор она мне стала давать другой препарат я говорю мне врач посоветовала вот это она и провизор представляете говорит ой врачи они ничего не знают я бы а вы знаете да она говорит да я знаю ну в общем такое сопротивление еще один момент в общем видите как все красиво получилось и самый важный момент самый важный фактор то что сетевики которые предлагают бады тиши и там есть другие бады атоме и так далее они все эти бады пьют с удовольствием я их понимаю но я у меня есть теперь супер возражение я говорю ты знаешь я вот сделала узи а перед этим делала чека и ты знаешь мой чека это мой чека и он говорит о том что мне твой витамин d не нужен нет тебе вот этот нужен он для всего подходит я говорю но тут же написано на коробке согласованием врачей она но мы же пьем то есть фактически вот тот препарат который она рекомендует для всех полезен да он стоит в месяц 6000 его курсом надо пропить полгода но представляете в деньгах что это выливается а вот фактически на этом я заканчиваю потому что на самом деле сделав обследование подарок от компании за 20 тысяч можно точно знать что тебе какие-то бады вредные будут на которые ты деньги потратишь ты получишь спокойствие вообще уверенность и самое главное здоровье физическое и душевное потому что ни за что я как бы не нервничала пришла спокойно и у талоны получила и к терапевту попала в общем вот такая история спасибо за внимание спасибо лена ну соглашусь я тоже проходил чекап в этом году в этом году еще не проходил вот я проходил в прошлом позапрошлом но тоже хорошая тема хорошая штука да действительно когда приходишь с гарантийным письмом и там в течение там 10-15 минут стоя нигде не в очередях ничего просто зашел кровь тебя взяли откачали сколько надо и все соответственно дальше уже приходит расшифровка приходят анализы то есть и что немаловажно я считаю вот где чем отличается наш чекап да от остальных чекапов это то что идет консультация с врачом устная консультация которая уже потом по твоей карте здоровья которая тебе приходит на электронную почту это порядка девяти страниц где расшифрованы расписаны все зоны организма согласно полученных анализов и помимо этого еще в устной консультации врач тоже проходит по этим зонам и объясняет где в каких зонах что нужно подлечить подлечить какие витаминки что за что понаблюдать то есть ну и собственно говоря ты понимаешь в каком состоянии тебя находится твой организм я считаю что это немаловажно и вот я проходил чекап получается в ноябре и у меня там все по красоте там все зелененькое все гладенькое все хорошо а вот буквально недели две назад я когда ложился на скажем так ну или ложился в больницу в нашу с акобой там на процедуру до глазное отделение и тоже там сдаешь определенные анализы конечно я перед этим побегал 10 дней чтобы эти все анализы сдать забрать собрать ну короче в общем суета свет просто вот самое то что буквально прошло там ноябрь декабрь и ну да там четыре-пять месяцев и уже давая кровь уже на консультацию терапевта она мне готова а вот здесь у вас что-то вот там не помню сейчас эритроциты по моему что-то такое вот здесь вот что-то пониженное вот что вот обратите внимание то есть знаете уже есть какая-то такая сравнительная характеристика то есть буквально там пять месяцев назад ты чувствовала себя там вообще замечательно и здорово и буквально вот тут за короткое время там такая смена в организме что какие-то моменты могут быть они учтены что немаловажно я считаю опять же да наш наша система мониторинга вот самое такое я считаю важное в ней да это то что она может в процессе мониторинга данных отследить мельчайшие какие-то да там изменения которые происходят в организме что-то где-то какие-то скачки давления где-то что-то да там изменение пульса там состояние кислорода в крови то есть то что мы по факту по факту можем даже и не заметить и это я считаю это очень важно и в моменте врачи могут позвонить и сказать что там виктор юрьевич как вы себя чувствуете да у нас вот другие показатели да вот обратите на вот это внимание на вот это внимание вот да там проследите там несколько дней там за своим давлением там еще зачем-нибудь я считаю это очень важно да кристина вы подняли руку да добрый день всем я ирина вообще-то это вот так получилось что у меня iphone дочери ну не записывайте я так между между делом тоже поддерживаю ваше мнение я чека проходила представлю я с гаджетом с августа месяца и до конца февраля я ни разу не слышал не видела не слышала чтобы у меня давление индекс здоровья понижался ниже 92 но вы представляете какая ситуация возникла буквально вот за какой-то короткий период март еще у меня держалась ну там у нас происходили разные же изменения да с сервисом ну и вот значит я не верила потом 50 индекс здоровья меня слышно да индекс здоровья 50 ну когда сервис наладился и я тут заболела короче заболела орви простыла из теплицы выбегала и заболела это вот на первое число у меня температура поднялась 1 мая но вчера теледоктору звонила потом слабость такая все внутри значит это и индекс здоровья то какой стал как 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 вот мне нравится это вот система я бы ни за что не поверила что и даже может быть и не обращала бы внимание слишком-то на это но 56 индекс здоровья потом значит почувствовала стала подлечиваться порекомендовали 75 поднялся сегодня опять уже опять низко то есть надо обращать действительно серьезное внимание на свое здоровье не они то что я считаю надо этот чикап теперь два раза в год проходить не то что один а два раза вот мне 57 лет сейчас я все удивлялась у мужа тоже гаджет у меня 92 был индекс здоровья по жизни можно сказать а у него 75 а я все и думал ну ничего себе у тебя 75 а ты там или куришь или там не следишь давление не пьешь таблетки а тут трах бах у меня со мной то что случилось вот но после к вида тоже прошло уже восемь месяцев как я сильно переболела к видом но видимо это водка вид дает еще знать о себе что вот эти вот бронхи или что-то в таком легкие в таком состоянии находятся вот а еще давление вот представьте у меня никогда повышенного не было обычно всегда писалось нормальная нормальная всегда прослеживалась а тут весной вот не зря он у меня индекс и упал я не поверила когда увидела в графике что у меня зашкаливает давление там несколько два дня держалась прямо на полоске на высшей почти под высшей так вот когда-то приходит время сбой здоровья поэтому а мы не своих буднях можем и алё 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 вас не слышно у кристины классная история ну кстати да по индексу здоровья тоже я тоже смотрю захожу и на ну когда приложение смотрю действительно он всегда там держится 92 95 а вот допустим смотрю у мамы приложение у неё там 72 80 то есть принципе такие ну действительно по индексу по здоровью вот нужно тоже смотреть это также как сатурация я даже когда зайдешь посмотришь что там сатурация то в 92 процента там измеряешь еще принудительно но тоже там 92 процента потом раз там через какое-то время зайдешь там 95 процентов там еще зайдешь там там 93 я думаю блин ну наверное это вот как у ирины наверное ну наверно не работает у меня было такое сомнение и вот я решил да тоже провести экспериментную проверю работает или не работает да и вот как вот задержка дыхания когда кислорода в крови становится постепенно меньше и вот я включил этот кругляшину как когда заходишь в измерение до сатурации приложение и соответственно задержал дыхание и смотрю сначала держится там 92 там все никаких изменений и уже когда ну все равно дышать хочется вот и когда уже где-то секунд через 30-40 по всей мести когда действительно уже ощутимо кислород начал крови снижаться и я смотрю показатели тоже пошли пошли на спад смотрю там 80 74 вот так и потом уже когда нормально задышал на смотрю но опять раз потихонечку 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 подымает все работает все работает чтобы нам кто не говорил нас все работы сейчас еще вот наши ребята все долаги доделают и вообще у нас все будет замечательно и здорово вот ирина вы там хотели что-то добавить вас просто на полусловие да я я сначала ты не поняла думала меня вы меня вырубила но я добавляю то что никогда у меня давление не было всегда прослеживалась она нормальная а стала весной появляться что у меня значит высокая стала обнаруживаться ну вот не просто так что вот и индекс здоровья упал и вот сейчас периодически она у меня прыгает на на высокая игру дает знать о себе ну то есть сбой в организме уже уже не молодые начинает показывать на молодых тоже что творится в 38 лет умирают так я говорю вот два дня назад была на похоронах 55 лет неподалеку от меня живет на юбилей на своем представляете умерла женщина ее поздравления все прошли а у них там было два юбилея в одной компании застолье большое да и она пошла поздравлять значит подошла к другой женщине с цветами успела сказать слова и тут же свалилась упала и и все инсульт или инфаркт мгновенная смерть скорая ну и искусственное дыхание и все ну и в общем и скорая приехала уже готовая вот такие вот слышно 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 да кристина мы вас слушаем ужас какой-то да это ужас вообще никогда женщина можно сказать ну то есть ну она тучная так то по себе была но у нее еще сахар сахар был видимо видимо это перенапряжение алкоголь и все вместе вот это дало и вот это ужас это вообще что-то невообразимое у нас тут я от селе живу у нас тут вся деревня в шоке было но есть есть такие моменты вот у кого у кого у нашей светланы и вот сестра у него не она еще когда в когалыме жила она работает работала журналистка на телевидении они тоже рассказывают историю что там журналист нормально все то есть провели эфир все как бы ничего не предвещало что-то стояли в коридоре там разговаривали да там человек отошел в сторону разговаривал там сел в кресло разговаривал по мобильному телефону что-то и все смотрят а он там буквально уже там сполз по этому самому сполз по креслу то есть и соответственно человеку стало плохо народ они там положили его на пол и так далее и тому подобное ну включим все там процедуры то есть и собственно говоря ну скорая тоже не успела доехать вот и человек умер прямо вот ну а так вот буквально там 3-5-10 минут назад разговаривали там эфиры проводили то есть таких моментов жизненных я думаю что если поспрашивать ну масса прям я думаю массово и вот я говорю если бы вот эта наша система мониторинга она была бы там у каждого второго я думаю что можно было предупредить отследить сказать человеку чтобы он обратил на те или иные вещи внимания ну и соответственно человек бы скорректировал свое здоровье да и соответственно буду сейчас ну и это сильно здоров вот кто-то хочет у нас еще поделиться своей истории или вообще рассказать что-нибудь поделиться своими эмоциями своими ощущениями до пользования нашей системы мониторинга и вообще принципе пользования нашими сервисами я буду прям по списку вызывать список у нас но ничего главное стабильность ну просто а нам чтобы без рекламных пауз да чтобы не затягивать паузы то есть мы давайте тогда уже определимся определимся либо мы будем заканчивать либо еще кто-то желающий есть можете рассказать свои истории у меня про финансовые пирамиды нету но кстати финансовый соедник тоже очень уникальная такая услуга наша она позволяет кстати сейчас очень такая интересная происходит банковская история да то есть силу сложившихся политических политической ситуации в россии многие банки там попадают от скажем так от санкции до какие-то операции в банках прекращаются что-то где-то да и люди в панике начинают бегать до искать те или иные скажем так финансовые возможности чтобы вложить куда-то ну хотя бы даже не для того чтобы что-то увеличить да хотя бы чтобы была возможность элементарно сохранить нажитый свой капитал и соответственно разного рода структуры да они пользуются этим моментом что люди как бы в панике в таком шоковом состоянии они знают что делать да потому что в каждом банке возникают свои условия кто-то там дает вывести деньги кто-то не дает вывести кто-то дает снять валюту до определенные суммы кто-то не дает вообще то есть очень много таких ситуаций и соответственно люди очень многие кстати до того как вот эта вся ситуация началась да как санкциями очень многие люди вывели скажем так свою наличность да наличные средства да и многие держат свои денежные средства накопленные как говорится да держат в кэше и соответственно разного рода структуры мошеннические они пользуются этим что люди не знают куда вложить и соответственно предлагают разного рода в организации которые пообещают за довольно короткое время получить большой процент вот первое что вас должно смутить когда вы читаете ту или иную информацию то то что компания предлагает очень во-первых большой процент да кто-то предлагает ежедневный там до 10 процентов кто-то предлагает там ежемесячный до там 35-40 процентов но вас это должно принципе насторожить потому что ну не может быть такого большого процента и соответственно когда вы прочитав информацию вот первое что вы должны сделать это заказать консультацию нашего финансового советника наши специалисты они дают полный расклад по той или иной компании по основным признакам скажем так является ли эта компания финансовой пирамиды или нет ну кстати еще такой момент на который вы должны обратить внимание это то что и зарегистрирована компания и компания зарегистрирована где-то там в офшорах где-то там непонятно да там за рубежом и за границей то есть вы должны понимать что при возникновении каких-либо споров с компанией или с фирмой с той или иной но вы должны понимать что да за границу никто не поедет выяснять это во первых во вторых за границей свое законодательство своя юрисдикция другая то есть и моменты на прежде чем вложить свои кровные последние лучше закажите финансовую консультацию наших финансовых советников и соответственно прочитав ее если наши специалисты дадут добро чем я очень мало сомневаюсь тогда уже соответственно вы можете вкладывать деньги в ту или иную компанию вообще принципе у финансового советника можно показать разного рода консультации то есть вообще в принципе как управлять своим финансовым портфелем а можно составить свой индивидуальный финансовый отчет можно составить свой индивидуальный финансовый план да на год вперед что как если у вас допустим есть определенные долги кредиты это такие даты долговые обязательства то есть можно заказать финансовую консультацию у наших финансовых советников и они вам расскажут покажут помогут объяснять как кратчайшие сроки там менее безболезненно до выйти из тех или иных долговых обязательств есть еще раз мы уже коснулись тему финансов есть еще такой уникальный сайт в нашей компании называется налоги тоже кто частники да кто и пешники кто платит какие-то определенные налоги самостоятельно очень удобный сайт то есть можно зайти узнать проконсультироваться что какие платежи у вас должны происходить в тот или иной момент то или иное время когда нужно подавать налоговую декларацию как ее правильно подать и справки собрать то есть очень удобный сайт то есть можно также позвонить получить консультацию можно получить консультацию что сейчас тоже немаловажно периоды идут сейчас получение налоговых вычетов то есть вы можете позвонить на на наш сайт налоги точка ру и в зависимости от региона в котором вы проживаете вы можете получить информацию о том о том какие налоговые вычеты и за что полагаются вам и что какие сроки вы можете это получить и что опять же немаловажно это то что через этот сайт вы можете организовать себе прям не выходя из дома получения вот этих вот налоговых вычетов очень удобно я считаю можно мониторить наши с нашей компании с ее можно мониторить не только свое физическое здоровье но можно еще и следить за своим финансовым здоровьем со своей финансовой грамотностью за своими научиться управлять грамотно своими деньгами я очень очень часто пользуюсь услугами наших финансовых советников я очень уважаю нашего игоря игоря файмана сергей белозерова очень квалифицированные ребята очень грамотно помогают но я просто занимаюсь инвестициями вот да акции облигации другие инструменты соответственно прежде чем купить тот или иной имитент я сад я сконсультируясь нашими финансовыми советниками стоит мне в этот брать в портфель то вот эту или иную компанию то есть они не предоставляют отчетность по компании то есть рассказывать стоит стоит вкладывать деньги будет у них рост акции не будет не более сейчас непонятная ситуация немножко в экономике потому что где-то она вроде как стабилизируется где-то она а в разных отраслях она по-разному где-то падает то есть поэтому нужно тоже сейчас а быть очень аккуратным да с инвестициями даже в наши там в российские бумаги компании потому что мы не знаем что придумают наши зарубежные соседи да и какой очередной пакет санкций будет выпущенный ну и как он отразится на нашей экономике поэтому у нас сейчас больше такая скажем так в мире инвестиций больше такая ожидательная позиция то есть мы ждем все равно некой такой стабилизации вот поэтому кому важно финансовая грамотность кому важно понимание как управлять своими деньгами кому важно понимать во что вы вкладываете свои кровные да обязательно воспользуйтесь консультации она есть как устная так и письменная причем есть такая возможность во всех наших скажем так направлениях как юридическом медицинском финансовом это допустим когда вы совершаете телефонный звонок получить получить определенную ту или иную консультацию по своему вопросу есть возможность в моменте разговора свою устную консультацию переквалифицировать в письменную то есть если процессе разговора вы понимаете что вы не все там допустим запоминаете да не всю информацию и у вас там нет под рукой не ручки не листочка да чтобы это что-то для себя законспектировать то есть процессе разговора вы можете свою устную консультацию переквалифицировать письменную тогда вы получите детальный ответ себе либо в чате опять же есть варианты либо вы можете получить ответ в чате в наших мобильных приложениях теледоктор 24 и юс да либо вы можете попросить чтобы вам этот ответ посылали на вашу электронную почту очень тоже кстати удобно открываете потом даже после разговора спустя какое-то время а там регламент зависимости от сложности вопроса от двадцати четырех часов до там трех дней носа ну и гуляться повторюсь до сложности вопроса зависит мы соответственно получив уже ответ на свою электронную почту или в чате то есть вы можете перечитать и соответственно уже более детально для себя сделать понять алгоритм и вот так вот такая вот еще дополнительная информация кто-то хочет что-то добавить сегодня что-то все я да я я да я давайте уже вы что кто-нибудь хорошо я так понимаю что мы будем заканчивать на сегодня я благодарю всех кто присоединился в это субботнее утро пусть нас не так много да но я вот этим людям которые сегодня пришли ко мне на вас на марафон у меня к вам особая благодарность спасибо что пришли благодарю что слушали возможно надеюсь на то что взять для себя полезную нужную важную информацию всех благодарю всех наступающим праздником победы весны вам даже не такой конечно как у нас до нормальной такой весны с цветочками травка здесь у нас тоже скоро все очередной раз растает и высохнет большое вам спасибо благодарю всех кто был сегодня на марафоне запись будет запись будет выложена на моем youtube канале вот и на моем или грамм канале youtube канал называется рабиноич тиви на английском языке можно найти можно найти по фамилии телеграм-канал так и называется рабиноич виктор в телеграме у кого есть можете найти тоже подписаться там не только записи клиентских дней там есть что же много интересной информации поэтому подписывайтесь и используйте используйте в своей практике в своей жизни еще раз благодарю хороших выходных и конечно же улыбайтесь